На заседании правительства Тверской области подвели итоги и поставили задачи по реализации нацпроекта «Экология». Речь шла о расчистке водоемов, модернизации очистных сооружений и внедрении современной системы обращения с мусором. Подробности у Натальи Чекет. На территории Верхней Волжи по нацпроекту «Экология» развивают шесть региональных проектов. Так, на территории Тверской области ведется работа по проекту сохранения уникальных природных ресурсов. Проведена расчистка русла реки Кашенко. В этом году начата расчистка озера Селигер на участке Сорога-Покровская. По проектам оздоровления Волги, чистая страна и генеральная уборка рекультивированы свалки в Нелидове и Кимрах. Аналогичные работы ведутся на Беженском шоссе недалеко от Вери. При реализации программ губернатор поручил особое внимание уделить кадровому потенциалу. Очень важно кадровое обеспечение реализации нацпроекта. Привлечение к работе узких специалистов, инженеров, которые будут заниматься экологическим контролем, организацией сбора, переработки отходов и другими вопросами. Необходимо развивать данное направление в образовании. Во время заседания говорили и о необходимости целевой подготовки специалистов в сфере экологии, чтобы специалисты разных уровней сразу после окончания вуза знали, где они будут работать. Проще было бы, если бы были программы, разработанные, целевые, по развитию различных направлений хозяйственных. И они бы обеспечивали нам потребность специалистов. Нам нужны строители. 30 человек через 5 лет, 100 человек через 10 лет и так далее. Мы бы работали бы целенаправленно. Мы бы не терялись бы и не путались бы. Мы бы знали, что нас ждет наш специалист. Мы знали бы, где они будут работать. И для них эта ясность еще важнее, чем для нас. В Тверской области продолжается работа по проекту комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В регионе формируется современная система накопления и утилизации ТКО. Создаются условия для вторичной переработки мусора. В 2022 году в регионе удалось ликвидировать 405 несанкционированных свалок. Продолжается и развитие проекта сохранения лесов. Верхневолжье среди субъектов ЦФО занимает первую позицию по восстановлению экологических систем.